Быть учителем – призвание, а для Ольги Калайды – еще и мечта детства. В раннем возрасте, представляя себя педагогом, воспитывала кукол и плюшевых мишек. И вот уже 30 лет преподает подрастающим красногорцам. С этой осени первому Б в шестой гимназии. Впрочем, за долгие годы в профессии обучать приходилось не только первоклашек. Были ребята из средней школы, да и выпускников не счесть. Подходы к обучению тоже разные, и лишь один принцип не изменен. Без него настоящим учителем не стать, уверена Ольга Калайда. Получаешь то, что ты даешь им. Они показывают свое отношение к тебе. Если ты не любишь детей, они к тебе не пойдут. То есть это взаимолюбовь, взаимопонимание. Общение с детьми. Смотреть, как они растут, как они получают знания, какими они хорошими становятся. С опытной коллегой соглашается классный руководитель первого В. Инна Дияшкина. Несколько лет назад она окончила шестую гимназию, а сегодня преподает здесь русский, математику, литературу и окружающий мир. Для Инны это только третий год в качестве учителя, но у нее уже есть своя особая педагогическая методика. Стараешься детям дарить, наверное, больше ласки, больше нежности какой-то, потому что детки сейчас очень активные и не всегда дают отчет своим действиям, наверное, из-за своего такого поведения шумного. И стараешься их как-то приласкать, лишний раз обнять, лишний раз похвалить. Учителя начальных классов, справляющиеся со вчерашними дошколятами-непоседами или преподаватели-предметники, готовящие выпускников к экзаменам. Все они принимают поздравления с Днем Учителя. Профессиональный праздник в гимназии номер 6 у 49 педагогов. Профессиональный праздник в гимназии номер 6 у 49 педагогов.